Один военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на Востоке. На Донецком направлении противник активизировался в районе Павлополя, Водянова и села Чермалык. Атаковали позиции ВСУ и возле Луганского. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Ну видно дачи там, где сепперы сидят. Там снайпер работает, сильные не маячки. Там снайперы бьют оттуда с дачи. Дачный поселок отделяет передовой рубеж украинских военных от позиций боевиков. Эти дома давно перестали быть мирными. Их периодически оборудуют под свои огневые точки вражеские снайперы. В охоте на наших пехотинцев им помогают боевики из соседней лесополосы. Сначала начали стрелкотня. Это всегда так начинается. То есть вот та позиция начинает провоцировать. Вот первая посадочка идет, и они оттуда начинают стрелять в нашу сторону. С чего? Обычно 12,7 максимум, что летит сюда, 7,62. А потом начинается что-то покрупнее. БМП-2 выезжает, ЗУ-23 выезжает. А несколько дней назад эти позиции содрогались от разрывов. Юрий как раз заступал на пост. Едва успел заскочить в укрытие. И во время обстрела он оставался на посту. Ведь не единожды под прикрытием такого огня боевики группами пытались подобраться ближе. Может лист при обстреле. Ну бывало пару раз, что стреляли. Минок, мини и снаряды ствольной артиллерии. Шесть часов боевики били по позициям украинских военных. Судя по входу, огонь вели со стороны оккупированных Калинова, Ирмина и Стаханова. То есть и тут их только, вот, бля моего бліндажа, больше десяти. Тут грохот стоял неимоверный. Обстрел начался неожиданно. Все вокруг вспыхнуло, рассказывает командир. Уже привыкшие к подлости врага бойцы и в этот раз реагировали оперативно. Никто не пострадал, укрепление подлатали, а врагу не удалось даже выбить армейцев из обычного режима. Физическую форму поддерживают регулярно, когда тихо. Недавно модернизировали свой мини-спортзал на так называемом нуле, крайней позиции. Сменили самодельную штангу на новую. Зарываешь бетоном, помашиваешь, доставляешь трубу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдало из Луганской области. Подробности, телеканал Интер.